Итак, это новый проект Проект чего? Проект, наверное, уже даже не клана, а сообщество sssteam.ru Небольшой рекламный сайт Можете зайти и найти что-нибудь интересное, либо ничего Наверное, ничего, ужасного дизайна sssteam.ru Без ЮКОЗа Через 8 лет На новом хостинге, на домене ЮКОЗ Ура! Здравствуйте! Я Нексус Он же Алистайр, он же самый классный админ-инберратор всего сообщества и сайта в том числе Первым на очереди мне попалась Eternal Crusade Это отвратительная игра про отвратительную вселенную Вархаммера, абсолютно Нет, это правда так, но я не знаю Это вселенная, с которой ты знакомишься и тебе кажется О, вот это неплохо Но, когда ты начинаешь погружаться в нее ты понимаешь, что там все очень-очень непонятно Начиная от литературы, заканчивая какими-то диджитал изданиями Ну, ладно, давайте давайте перейдем к главному Это Eternal Crusade, вышедшая, наверное, когда? Ну, год назад, пару лет назад Я ничего не знаю, на самом деле, в плане выхода в свет и прочее Она стала бесплатной Вот пару месяцев, наверное, до записи этого видео Я решил, что обязательно нужно попробовать в нее сыграть Сразу говорю, что настройки моего ПК не особо-таки отличаются Какой-то восхитительной производительности Поэтому Вот эта запись, трансляция Она ведется на очень низких параметрах Конфигурации графики и прочего Вот всего, что вы так любите Вот эти вот низотропные фильтрации Это вот это все убито, чтобы хоть как-то это работало У меня лично Хотя, на самом деле, это хваленые всеми Intel i7 Я напишу про конфигурацию чуть позже Но вы можете понять, насколько в плане оптимизации игра плоха Я не знаю Хотя, наверное, сейчас все так делается Но не суть Значит, что из себя представляет Eternal Crusade? Если говорить вкратце и говорить так, как я люблю То это танки в мире Вархаммер Эта фраза, если вы призадумаетесь, она объяснит всю концепцию игры Eternal Crusade Вы создаете себе персонажа, который по кастомизации Давайте начнем Я нового даже создам Вы видите менюшку Это, собственно, сразу вот такая Вы нажимаете на клавишу, переходите на экран создания персонажа Называешь создать, окей Кстати, заметили, да, локализацию? Вот Это русская версия в Steamе Я не вру Это Steam Назад Aggression Foxit Вот только что у нас было создание персонажа А тут Character creation Замечательный мой английский Здорово Мне кажется, постарались Но не суть Давайте вообще скажем спасибо, что хоть какая-то игра Более-менее вышла под вселенную Вархаммер Потому что все, что выходило после Dawn of War Это, кстати, замечательная стратегия И когда я ознакомился с настольной игрой Я понял, что вся концепция в Dawn of War Она полностью, полностью идет от настольной игры Если вы фанат серии Dawn of War Вы обязательно можете ознакомиться с настолочкой Между прочим, в июне, если я не ошибаюсь, выходят новые кодексы, новые правила То есть, да, как и в любой настольной игре там есть правила Поэтому вы можете дождаться июня И ознакомиться уже с новой версией, скажем так, игры Потому что сейчас она немножко сложная, настольная игра, повторюсь Не подумайте ничего про это Это немножко разные вещи Хотя из вселенной на этаж Итак, вернемся к созданию персонажа Я не знаю, я так быстро теряю мысли, что это я, наверное, выдержу На экране создания персонажа нам представлены 4 фракции То есть, либо потом выпустят DLC, как это любят Либо добавят за просто так Понимаете, здесь нет даже классических тиранидов Хотя, по-моему, это одна из таких фундаментальных фракций Насколько мне известно И это правда так Нет, тиранидов нет Да, всем все равно Давайте посмотрим Давайте создадим космексисайдинг Конечно, космексисайдинг Можно выбрать Орден Чептер Конечно, космический волк И вот, введем ему название Блокастый Блокастый Завершено Ну, шутка Вы, наверное, услышали Нет, мы не проходим обучение Вам предупредили обучение И смотрите, почему Я в начале этого Все опусы говорил, что это очень похоже на танки В мире Вархаммер 100 тысяч Давайте разберем Вархаммер 100 тысяч есть? Есть Премиум купить есть? Есть Все Вот, и вам Шучу, конечно же Это не так Я покажу вам, что здесь можно настроить Класс персонажа То есть Вот, конкретно для космических волков Кто не знаком У них немного необычная структура Ордена И поэтому у них есть там Лонгфанг с тяжелым болтером Тяжелый болтер это тяжелое оружие там С лазерной пушкой То есть вы можете Мало того, что выбирать Какой-то класс Так вы можете его и модифицировать Создавать новый И А здесь на русском И Настраивать под свой стиль игры Например С щитом Но Опять-таки Если проводить аналогии То это что-то вроде Стандартной концепции ММОРПГ Там Есть танк Есть жрец Это Лекарь Лекарь Господи Лекарь Жрец Это Целитель Скажем так Длинный Клык Это Наверное Что-то вроде Хэви Саппорт Ну какой-то Дамагер Наверное А серый охотник Это Ну Типа И то И сё Ну не то Не сё Замечательная фраза Нет Забросить Итак В принципе Есть довольно Неплохой Базис Для Кастомизации То есть Можно Создать Класс Под себя Не обязательно Выбирать Что-то уже Из предустановленного Можно Сделать Какую-то Свою Преднастройку Использовать Её В дальнейшем Кому Как Больше Нравится Давайте Перейдём В Менюшку Обратно Я Не буду Ничего Сейчас Настраивать Это Если Если Вам Понравится То Что Вы Увидите Вы Сами Скачайте Она Сейчас Free to play Это Абсолютно Бесплатно Кроме Вливаний Премиум Вот Этого Всего Что Мы Так Любим Что Какие Какие Особенности Я Пока Ничего Не Рассказал По Геймплею Особенности Давайте Перейдём На Карту Мира Это На данном Экране Нам Представлены Области Различные Которые Контролируются Разными Фракциями Ну То То Игроки Играющие За Определённую Фракцию Нам Доступны Те Области В Которых Принимают Персонаж Которого Я Создал Космический Десантник Значит Мы Можем Попробовать Поучаствовать В одном Из этих Сражений Однако Есть Небольшое Уточнение Без Премиум Аккаунта Сделать Это Будет Совершенно Невозможно В Чём Соключается Основная Суть Вот Этих Сражений Как Вы Интуитивно Догадались Каждая Большая Зона Поделена На Несколькой Маленький Цон Соответственно Контроль Вот Вот Эту Зону Поэтому Чтобы Насладиться Всем Интересом Игра Необходимо Наверное Приобрести Премиум Аккаунт Стоит Он Не так Уже Дорого Я Не знаю Сколько Вы Можете Сами Посмотреть Мне Это Интересно Я За Деньги Это Делаю Сейчас Давайте Перейдём В меню Инвентаря На Сам На Деле Это Все Аналогично Какой Нибудь Из М РП Опять Таки Возвращаюсь К ним Оружие Имеет Разные Карактеристики Какое Это Служит Для Ближнего Боя Какое Это Для Дальнего Те Же Щиты Служат Для Обеспечения Большей Защиты Это Все Интуитивно Понятно И Просто Людям Которые Интересуются Вархамером Тут Вообще Все Будет Вполне Привычно Потому Что Все Оружие Взято Из Вселенной И В принципе Соответствуют Байку В модификациях Новосозданного Персонажа Ничего Нету Они Выпадают Здесь Из Сундуков Которые Прокупаются За очки Которые Получаются В бою Вот И Как Хотите Воспринимайте Эту фразу Амуниция Тут Тоже Все Предельно Ясно Потому Что Каждый Из Выбранных Предметов Дает Какое Либо Дополнение К Возможностям Вашего Персонажа Это Вроде Стабилизатор Брони Дающего Плюс Одну Броню Гранаты Которые Наносят Какое То Количество Урона Останавливаться На этом Долго И Что То Рассказывать Я Не Вижу Особого Смысла С Внешностью Все Тоже Довольно Интересно Потому Что В этой Игре Существует Внутри Игровой Магазин И Возможно Покупать Улучшение Внешнего Вида Для Своего Персонажа Но Опять Таки Это Доступно Только За Внутри Валюту Ну Вот Так Пока Что Не знаю Может быть Это Изменится И Работчики Ведут Какие-то Бесплатные Предметы Либо Сделают Какие-то Предметы По Определенным Ивентам Но Пока Пока Я ничего Такого Не заметил Давайте Вернемся И попробуем Действительно Поиграть У нее Посмотрим Что Это Такое Серьезно Ну То есть Может Быть Она Хуже Чем Dawn of War И Dawn of War 2 Но Учитывая Что Это Первая Игра В жанре ММРПГ Да И от Третьего Лица Все-таки Я Ну Не совсем ММРПГ Потому что Открытого мира Как такового Нет Есть только Зоны сражений Но РПГ Система Есть Что еще Нет Что еще Здесь плохо Пишется Есть система Как Дропа Нет Хорошо Дроп там Из этих Сундуков Но это Уже Нормальная История Для Сетевых Игр Насколько Я знаю Поэтому В рамках Вселенной Да Игростающая Замечательная В рамках Вот Чего-то Большего Нет Потому что Однообразие Геймплея В принципе Довольно Не 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 Очень Приятная Визуальная Составляющая Не знаю Как кому А мне Вот Вот Этот движок Когда у тебя Все блестит Все Выглядит Так Аляписто Нет Посмотрите На А еще Тут Очень Какая-то Беда С управлением Я Пытаюсь Крутануть А у меня Ничего не Получается Причем Я знаю Что он Крутится Здесь Я Я уже Крутил Вот Видите Как это Происходит То есть Именно Середину Надо Зажимать А вот Здесь Нет Ну Ладно Не суть Это Такое Как Так Все Не понимаю Почему А теперь Она здесь Крутит Ну В общем Ладно Слишком Долго Почему Уже Так Вот Оляпистость Дизайна Такой Он Очень Своеобразный Это Даже Не Грим Дарк А Ну Ватхаммер Да И Ватхаммер Это не Мейнстрим Здесь Здесь Не будет Много Много Народу Как Не знаю В Лайнейдж Или В Ворота Фаркрафт Ну Такая Песочница Для тех Кто в теме Скажем Так Насколько Долго Она Ее Хватит Посмотрим Стоит Посмотреть Потому Что Какой Тоже Период Она Уже Присуществовала Поэтому Все Может Быть Вот Сразу Стоит Извиниться Перед Всеми Любителями Ордена Космических Волков Это ведь Они Обидятся За такое Наименование Ну а Что Поделать Ну Этож Волки Они Типа Могут Быть Блохосты Ладно Не суть Вот 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 Такое Мини Ревью Мини Мини Обзор Наверное Так Как Это Могло Быть Много Лет Назад И так Как Оно Осталось Сейчас Будем Рады Если вы Эту ерунду Ничего Не ставьте Нигде Не подписывайтесь Всем пока Ничего Редактор субтитров Корректор А.Кулакова А.Кулакова